Хочу обратиться к россиянам, которые нас смотрят. Интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам. Комментируйте, ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких, особенно в российских пабликах, чтобы больше людей там, в России, знали правду об этой войне. Полное имя? Супанько Дмитрий Владимирович. Год рождения? 23.03.82. Почти одногодки. Я не все понимаю. Почти одногодки. Может, мы разговариваем на английском, если на русском не понимаем? Нет, на русском лучше, да? Откуда сами родом? Родился сам на Украине, Черниговская область, Бахмашский район, село Халимонова. Года не было, мать развелась, потом уехала в Россию. И до настоящего времени я живу в России. А где? В Воронежской области, Лисыцкий район, село Щуча. Щуча? Щуча, да. Срочник, контрактник? Доброволец. Доброволец, да? Когда послел в Украину? Я приехал 19 мая 1922 года в Уган-Плуганск. Нарезал автобусы с Воронежа. А в какие войска? Добровольческие? В пехоту получил стрелок. А подразделение куда? 204-й полк. И все равно это Алчебс город. 204-й полк, ну а чего? ЛНР? ЛНР, да. ЛНРовский полк, да? Когда взяли в плен? 8 сентября. Какое направление? Это Харьковская область была, я шел в сторону Купинска. То есть вы с мая по сентябрь пребывали в Украине, да? Да, да. Обстоятельства взятия в плен? Перед этим, 7 мая, наш соседний блокпост расстреляли. Это был Сухой Ярв, ну 6 километров от нашего блокпоста. Когда мы это услышали, что по нашему блокпосту стреляют, потом прилетело два... Два раза с миномета прилетело в наш блокпост, ну, недалеко от нашего поста. Ну и солдаты решили, отступили. Мы четвером остались, ждали, что, может, думали, что кто-то при соседнем блокпоста начнет отступать. Но никто не отступал, пока туда-сюда уже оказался я один. Ребята прыгнули на КАМАЗ, походу, я так понял, уехали. Ну и сам стал отходить. Ночью ж отдыхал в лесу, а потом, когда расцвело, шел полем, полями, лесами, ну, через какую-то деревню, я даже не помню ее название, ну, так подумал, примерно прикинул в сторону Купинска. Ну и вышел на вооруженные силы украинцы, Украины. Семья, дети есть? Дочь. Сколько лет? 15. 15 лет. Вместе жили или как? Нет, разошлась мой гражданский брак, мы разошлись, не сошли хоть характером. А и дочь осталась... С матерью, да. С матерью, да? С лучшей женой сейчас никого нет, да? Нет, сам сирота. Вы сирота, и родителей нет, да? Нет, поэтому, что приехал, хотел попасть к отцу на могилу в Чернеевскую область. И пошел через луганские войска, они через российские, чтобы не кинули напередок. Деньги мне как... Ну, не интересовали, я знал, что в Луганске меньше получают, но говорили, что они стоят сзади, идут на блокпостах. Ну, не идут впереди, спереди, а идут сзади. Вот поэтому я и пошел сюда в луганские войска. А сколько обещали платить? Сколько платили вообще? Я не знаю, я узнал только здесь, когда приехал. Это примерно, наверное, я приехал 19 мая, написал заявление. Возьму меня привезли 22 мая, 22 года. И да, 22 мая, я только спросил, мне сказали, около 76 тысяч рядовой. Так я как рядовой, значит, 76 тысяч. Платили? Нет. Здесь с этим вообще интересно, потому что те, кто... Луганские войска, им надо было писать доверенность на родных, близких, муж, там, отец, мать, сестра. Они эту доверенность отсылали через воинскую часть Волчевск, а там уже приходили мать, ну, на кого была доверенность, с паспортом, и получали деньги. А так как я из России, я один, мне писать доверенность было не на кого естественное. Мне сказали, деньги получу потом. Когда поеду домой, тогда, возможно, и получу все деньги. А, я правильно понимаю, вот причина, почему пошли воевать? Идеологическая или какая? Хотел попасть к отцу на могилу. Вот, из-за того, что до... Ну, в принципе, меня же не пускали, как гражданина Российской Федерации, меня просто бы не пустили с моим паспортом. Когда уже с 2014 года, когда вот началось, меня бы просто не пустили. А когда последний раз были на могиле? Я вообще не помню, я здесь ее вообще не видел. У меня год был, когда мать развелась с ним. Интересно очень. В 40 лет вы захотели попасть на могилу отца? Через войну? Получается так. А что такое случилось? Прозрение какое-то? Не знаю. Возможно, не знаю. Это смешно, вы понимаете? Вот то, что вы говорите, это дикуха полная. Я понимаю. Присоединились к колонару, чтобы попасть на могилу отца. Я понимаю, что я... Ну, давайте честно будем говорить, да? Я честно и говорю. Деньги? Нет. Если бы деньги, я же вам говорю, если бы деньги, то я пошел бы через российскую армию. Там платили намного больше. Там 200 тысяч платили, по крайней мере. На тот момент, когда я приехал сюда, тогда платили 200 с чем-то российская армия. Ну, если через российскую. Это зависит, это разные суммы называют. Ну, я не знаю. Я слышал 200 с чем-то у нас в военкомате там что-то такое говорили. Но я... Но вы интересовались. Ну, да. Потому что мне сказали, это долго, вы не получите. Я уехал за свой счет. Сел на автобус в Луганск-Воронеж. И приехал сам за свой счет. Мне деньги, в принципе, не интересовали. Я получал. Но вы уже уходите, что, например, потому что долго было в русскую армию, там больше чем больше денег делано. Нет, не долго. Хорошо. А как вы все видели, например, через военные действия переехать на могилу отца? Вот теоретически. Ну, опять же, скажу, вы скажете, это бред. Это... Не надо говорить, как есть. Ну, как начиналось оно все. Два-три дня, и, как говорили, за Киевом были. Вот на это. Можно сказать, я клевал. Тупо на вот это. Что возьмет Украину? Ну, да, я попаду на территорию, ну, как, попаду на могиле отца. Может быть, у меня там и сестра еще похоронена, старшая, на одном кладбище. Я же не знаю, остались у отца родственников или нет. Потому что матери, она была сирота тоже с детства. Она у меня павловская немка, мать, после Первой мировой войны, погоня немцы на север. Мать сирота. По отцовской линии, возможно, родственники остались там, где он. Я назвал Чениговскую область, Бахмачская область, Силоха Лимонова. И все. А чем занимались, вот, например, до войны? Работал на рабочем, ВКНВ, Агра. Стабильная работа была? Ну, да. Сколько платили? 25-30. Ну, там, в зависимости, кем работаешь. А то и больше выходило. А вот когда пришла мысль, вот... Я не знаю даже, как она вошла. Но вот в феврале началось полномасштабное вторжение. Вы пришли в мае, да? Вот когда это прозрение было? Это где? Вот как это было, что нужно поехать на могилу отца? Вы сидели на унитазе? Я понял, я понял смысл это. Я даже не знаю, как и когда это... Ну, не знаю, правда, не могу ответить на этот вопрос. А ход мысли я ваш понял. Я даже сам себе не могу ответить до сих пор на этот вопрос. Не то, что я говорил вам, чтобы вам ответить на него. Вы же стрелок, да? Вы, получается, да? Стреляли? Ну, да. Девять патронов стрелял, чтобы проверили, что я стреляю. В кого? В дерево. Ну, тупо нам поставили мишень, это было еще вызвано. И все. Давайте хоть детекторы лужи, мне без разницы. Да, это чем мы не даем. Ну, вот мы спрашиваем на камеру, у вас мучил кто-то перед интервью? Нет. Паяльников в заднице нет? Нет. Яйца подключены к току. Нет. То есть вы нормально сидите, да? Мы показывать не будем, но мы честно говорим, да? Потому что россияне часто не верят, что люди здесь свободно могут говорить. Нет, пускай верят. Я говорю абсолютно спокойно и свободно. Ну, нормально мы общаемся, да? Смотрите, вот для вас это спецоперация или война? Для меня? Я думаю, что это, скорее всего, война. Я так думаю. А почему, скорее всего? Да, ну, потому что говорили спецоперацию. Во-первых, я так думаю, спецоперация не может длиться дольше полугода, а она уже длится дольше. А во-вторых, убивать – это война. Тем более народы, которые постоянно жили вместе, братские – это война. У вас что-то не зашевелилось вообще? Вот вы украинец. Вы родились в Украине. Да, то, что паспорт русский, да, потом. Ну, да, и жил-то до года здесь. Родители украинца кто-то был? Отец украинец, мать Павловская немка. У меня по матери фамилия Шмид. Да, вот вы говорите, что хотели попасть на могилу отца. А вот, ну, вы как-то не думали, но вы же идете воевать против… Ну, частично вы украинец, против своих братьев. Видимо, получается, я не думал до конца. Поэтому, что-то, пытался через ЛНР, пошел. А вы за образование, у вас высшее образование или какое-то? А среднее неполное. Среднее неполное? Да. Сидели? Нет. Никогда? Нет. Бог миловал. А среднее неполное какое? Это 9 классов. Суджанская средняя школа-интерната. А что после 9 классов делали? Ну, в училище пошел, насть закончил. Потом походил, погулял и пошел в армию. После армии? После армии, в армии познакомился с девчонкой, приехал в Органическую область. И вот до мая месяца этого года находился там, жил и работал. Вам нравится жизнь в России за 25 тысяч рублей? Ну, устраивает везде, она по-разному. Ну, вам лично, я вас прошу. Ну, не против. Ну, я не против. Не против, да, нравится? Да. За 25 тысяч рублей. А что вам силы дает в жизни? Сил для чего? Ну, не знаю. Вот, чтобы жить дальше. Работа, вот семей нету. Работа, ну, разнорабочий. Вы хотели, как бы, ну, в детстве мечтали о том, чтобы быть разнорабочим? Ну, разнорабочим, я думаю, вообще никто в детстве не мечтал быть. Там уже, кем уже повелось, или учить, или не учить. Надо было учиться в детстве, чтобы потом думать, кем ты хочешь, когда вырастешь. Ну, многие люди тоже и высшее образование заканчивали, но не работают по специальности. Ну, вот вы, вот, мы почти одногодки, почему я спросил, вот, вы в свои 40 лет считаете, что вы состоялись как человек, как мужчина, как россиянин в жизни? Я для себя считаю, да. А в чем? В смысле, в чем я состоялся? Ребенок, есть дерево, я посадил дом, да, не построил. Но я надеюсь, еще не поздно, может быть, так как строитель, в принципе, смогу и построить. Хорошо, Путина поддерживали? Когда? Ну, на выборы я... Пол жизни. Путин, Путин, ваш президент, пол жизни. 20 лет. Ну, в принципе, когда его выбирали, президенты, ну, а выбирать-то и не за кого было. Адекватным человеком казался он, на тот момент, когда он ходил, ну, баллотировался у президента. А сейчас для вас он неадекватный? Да, я последние выборы вообще не хожу никуда. Не, ну, вообще, вот, ваше мнение о Путине. Да, ну, как сказать, я бы не делал бы на его месте, что он делает. Я бы не пошел бы войной, по крайней мере. Есть и другие средства, которые... А вы же присоединились к нему? Ну, да, я присоединился, я не отказываюсь и не спорю. Я говорю, я имею в виду, есть же другие способы, не только воевать, а и... А какие? Ну, я не знаю, ну, экономически, скажем так. Например? Ну, не знаю, газ, там, ну, другое, что еще там. Я же не знаю, чем Россия торгует с Украиной, правильно? А вы за что? Вот, вы зашли, вы хотели приехать на могилу отца, да, 4 месяца. Вы чем занимались 4 месяца? Стоял на блокпостах. А вот как? Ну, то есть, вы хотели приехать на могилу отца, стояли на блокпосту и думали обоим... Я уже собирался домой и уезжать. Я уже собирался в сентябре месяце, я там с домом связался, собирался уезжать домой. Так как наш штаб Грушу разбомбили со 2 на 3 сентября, я не видел наше руководство батальона. Мне что-то сказать, что я сдаю оружие и уезжаю домой. Я уже собирался уезжать домой. Мародерили? Нет. Знаете, почему спрашиваю? Вот русские мне разговаривали, у нас это есть записано на камеру. Вот они говорят, что не мародерили, а вот если взять вот эти так называемые Донар и Лонар, это черти. То есть мародерили у своих же украинцев, у украинцев очень много это делали. Поэтому я спрашиваю, вы с Лонаровцами были? Я понимаю. Было такое? Не было. Я не мародерил. Не вы, а другие? Я не видел. Я заехал уже в мае месяце и выездил в город. А во-вторых, почему я не мародерил? Потому что мне так же выезжать... Я же не мог выехать с российскими войсками. Почему? А я турист. Я не военнослужащий. Для России я не военный. И мне пришлось бы выезжать также на рейсовом автобусе. Луганск-Воронеж. И даже если бы я что-то намародерил, я бы довез бы до границы. Там мне спросили, где взял? Сказал бы, купил, покажи чеки. Серьезно? Да я думаю, и так. Серьезно? То есть там свободно движется артиллерия, БК и так далее. А у вас без прав... А они заходят... Я заезжал на рейском автобусе, я заезжал через город Донецк, это российская территория, и выехали мы из Варина, это Луганская. Мимо нас не проезжала военная техника, она проезжала где-то в стороне. Вот я заезжал на автобусе, на рейсах. Мимо меня, по крайней мере, там, где мы заезжали через контрольный пропускной пункт, военная техника не шла. А зачем Россия и Украина? Зачем Россия и Украина? Я так понимаю, наверное, как буферная зота между НАТО и Россией, чтобы, как в декабре, вот это вот, что там Путин говорил, ну, чтобы Украину не принимали в НАТО, ну, чтобы она была как буферная зона для всех, чтобы не стояли натовские войска на территории Украины, базы и все остальное. А они должны были стоять? Я не политик, я не знаю. Но вы же что-то смотрите. Да, я смотрел. Но вы же все-таки думали попасть на мобилу отца и думали, что Украина падет. Ну, да, я так думал. Ну, я же не политик же в дальнейшем. То, что там должны стоять, не должны, это мне неинтересно. Для этого есть у нас президент и все остальное пусть. Но вы же себя считаете? Я родственник Российской Федерации, да, считаю. Вы себя больше русным считаете, чему принципу, правильно? Ну, как я могу считать человеком той страны? Я здесь только родился. Я вырос и все, и в школу закончил, и армию я закончил в России. Как распался в 90-е годы Советский Союз? Если бы он не распался до сих пор, мы все бы считали бы СССР. Вот мы с вами родились где? В СССР. Да, я считаю, что я родился в СССР. Я это не стесняюсь. Вы себя считаете советским человеком? Да, я не стесняюсь этого. А чем вот, например, вам нравилось в СССР? Вот я не помню там... Я тоже не могу сходить, потому что вы всего лишь на год старше меня, вы не помните, а я тоже не могу сходить. Вот я себя не считаю советским человеком. А вы себя считаете советским человеком в чем? Да, я родился в СССР. Да. А в чем вы себя считаете советским человеком? Да, почему и плохо? Я не считаю, что это и плохо. Например. Я никакой оценки не давал. Я спрашиваю, почему вы себя считаете советским человеком? Да из-за того, что я просто родился в СССР. Ну, как вы считаете, в СССР лучше было, чем теперь? А мне нечем сравнивать. Потому что я при СССР был маленький ребенок, мне даже не было 10-15 лет. Мне сравнивать просто нарушу. Просто нечем. Я понял. Я понимаю, и так же и вам. Сравнивать нечем. Кем для вас Сталин есть? Сталин? История? Нет, ну вообще лично для вас. Это хороший был правитель? Ага, вот в каком смысле. Вы как правитель или то, что было после него? Вообще, его жизнь и то, что он делал? Ну, не знаю, для того, что освободили Советский Союз от немцев, да, я считаю, что хорошо. А то, что гонение и все остальное, это, естественно, плохо. Но вы же житель России, да? Вот Сталин для россиян идол до сих пор? Не скажу. Ну, для большинства. Ну, так вот видите. Но памятники есть? Есть. Вот эти, по этим, там, бессмертный полк, вот эта вся лабуда, которая есть, да, у россиян, которые ходят, они же ходят со Сталином, правда? Не все ходят, ходят и с Лениным. Ну, есть, да, с Лениным. А в основном ходят все со своими родственниками. Да, ну вот эти все, как называется, картины, фотографии, Сталин там вот, мы смотрим иногда. У нас этого нет уже. Я же, по-моему, сказал, наверное, для чего. По крайней мере, я скажу, для чего это мне. Да, как то, что я избавила от немцев, да, захватчиков, да. Для меня нормально, а все остальное мне неинтересно. Нацисты есть в Украине? По крайней мере, мне никто еще не попадался. Ну, а вы верите в нацистов в Украине? Да, я думаю, ну, если раз не попадался мне еще пока, я не верю. Потому что я лично, я своими глазами не видел и не разговаривал, мне не встречался нацист. По крайней мере, в той качестве и в виде, как его представляют, я так думаю. Который издевается и все остальное. Хотите быть обмененным? Естественно. Я думаю, любой здравый человек этого хочет. А для чего вы русский? Не знаю, для чего я им, но хотя бы увидеть своих родных. Не, вы лично, вот вы чем цены будете в обмене? Да я не знаю, хотя бы для того, что я гражданин Российской Федерации. И что? А, ну, если людьми можно раскидываться, то пускай это уже их личное мнение и все остальное. В России раскидываются людьми или нет? Ну, если, я так понимаю, как вы сейчас сказали, для чего вы им? Я сказал, то есть даже для того, что я гражданин Российской Федерации. Нет, ну, хорошо. Ну, вы пошли добровольно на могилу отца. Да. Вы, вот, я не верю в это, конечно, то, что вы сказали. Я не верю. Я не верю, потому что, ну, это дикухо полнейшее. Я понимаю. Вы пошли или из-за денег, или из-за идеологии. То есть вы здесь говорите ни денег, ни идеологии на могилу к отцу. Вот, россияне будут смотреть, зачем вы Российской Федерации? Вот зачем? У меня просто вопрос. Зачем? Потому что я гражданин. И что? В смысле, и что? Вы знаете, сколько умерло русских солдат уже? Ну, так слышал сегодня, я говорю, там, 63 с чем-то тысячи. Это вчера было, 63 800. Ну, короче, да. 65 тысяч солдат. За что они все умерли здесь? Ну, не знаю. Каждый за свое умерли, я так думаю. В смысле, они что, разобщенно зашли? За что умерли русские солдаты? И вы в том числе могли бы умереть? Вот у меня просто... Плава правительства. За что? Решает у каждого свое. Я не знаю... Правительство что здесь решает? Опять же, правительство какое? Наше? Да, ну, конечно же, ваше. А здесь... Ну, не американское же. Решает задачи, которые поставлены перед... Для будущего поколения Российской Федерации. Какие задачи? Ну, я серьезно спрашиваю. Ну, для меня это не... Как они говорят, чтобы не произрастал нацизм и все остальное. Чтобы оно не выходило за территорию. Я так понимаю. Давайте построим логическую цепочку, да? Давайте. Чтобы не произрастал нацизм. Да. Нацизм здесь есть, вы видели? Я не видел, по крайней мере. Я говорю за себя. Я не видел. Хорошо. 65 тысяч солдат боролись, чтобы не произрастал нацизм. Да. Ну, если мы логически это все строим, да... Я вставляю мои слова сюда. Конечно. То они умерли за не собачьи что? Я понял. Ну, так как снимаем, не будем говорить. Можете сказать? Я понял. Ну, не буду. Не за собачьи что? Я понял, но не буду говорить. Ну, выходит так. Ну, выходит так. Ну, значит, русские своих бросают? Вот просто так? Получается так. Логически все? Ну, логически. Не спорю. Пальцы, покажите русским пальцы, что они не зажаты у вас. Что они не зажаты, что никто ток не подключил. Что они не побиты. Да, что они не побиты. Мы нормально разговариваем, да? Естественно. Сейчас мобилизация. Знаете, как украинцы называют мобилизацию в России? Нет, не слышу. Могилизация. Как? Могилизация. Ага. Хотите к ним обратиться? К кому? Ну, вообще к русским. Парни, сидите дома. Делать тут нечего. Сидите дома. Правда, по-человечески. Это не наша война. Все. А чем? Ну, уж точно не наша. Не наша — это кого? Не христиан. Не того народа. Не наша война. Вопрос последний. Вот все русские говорят, парни, не ходите. Это не наша война. Еще никто не сказал. Чумазые, остановитесь. Вы убиваете украинских, гражданских, ВСУ и так далее. Вы рушите дома, города, бомбите. Остановитесь, черти. Никто еще этого не сказал. Почему? Вот чисто по-человечески. Не знаю. И даже вы этого не сказали. Ну, я не знаю. У меня даже и в смыслах не было так говорить. Почему? То есть вам не жаль украинский народ, да? Вот то, что с ним сделали. Мне жалко, естественно. Поэтому я и говорю, сидите дома, делать тут нечего. А почему это, ну... Не наша эта война. Ну, это же можно сказать. Ну, куча народу выехала с Украины. Разрушены города через вас. Убитые гражданские. ВСУ воюют за свою землю. За свой народ. Вот что это так тяжело сказать? А сказать, сидите дома и спасите свою жопу по этих конурах? Да нет, это не... Ну, почему это... Это не говорится о том, что сидите дома и спасите жопу. Это говорит, что тут делать, ***. Тут такие же люди, нормальные, адекватные. Пусть они живут, и ни хуя мешать. Вот о чем это я хочу сказать. Неужели обязательно мне говорить это матом? Чтоб это было сказано. Можете говорить, мы это пускаем. Ну, зачем? Не надо это все. Это не культурно. Путину что-то хотите сказать? Да, в принципе, нечего мне сказать. Я его знать не знал. Говорится, знаю Путину. А это ваше президент. Это у нас два президента. Боитесь? Ничего бояться. Я сюда зашел, как турист, как человек, который сам приехал. Остал солдатом удачи. Я приехал сюда сам один. Если не заберет меня наши государства, значит, не заберет, значит, не судьба. Значит, на роду так написано. Знаешь, где родился, наверное, там и останусь. Так что... Готов. Да ну, какой человек будет готов умереть? Я думаю, не один. Это дурачок, который не соображает. Скажет, да, я готов умереть. Или уже тронут на всю голову. А нормально, адекватный человек, он не готов. Ему всегда будет страшно. Так что... Ну, не заберет. Ну, не ходите с меня, не бегайте головой, стучаться от каждого. Заберите, заберите. Нет, значит, нет. Да, значит, да. Плохо будет, что я не вижу родных и близких. И все. Да, это плохо. Ну, мне 40 лет, как вы сами сказали, башка думала и соображал, куда еду. Так что я могу только поверить 18-летним пацанам 19-ти, которые только подписали контракт, да, их обманули. А все остальное-то... Все знали, куда... Я думаю, любой человек старше 25 лет, я думаю, он понимал, куда он едет. А тем более, если доброволе-то это... Ну, кадровики тоже же дружно были понимать. Естественно, все все понимали. Я только могу понять, вот пацаны есть, которые... Да, обожжен, вот парнишка тоже стоит. Ему 19 лет, он контракт подписал недавно. Это с глазами? Нет, вот здесь сейчас стоит, он приехал с нами. Да, я понимаю, вот таких молодых, оно видно по человеку, который, например... Ну, вот я сам когда по контракту служил, 2005-2006 год, да, или нам платили, говорится, я образно скажу, образно. 200 рублей по срочке ты служишь, или, например, 8 тысяч тебе платят по контракту. Да, дольше ты на год больше служишь. Но и отношение другое, и все совсем, естественно, по-другому. Вот куда пойдет человек с деревни, который конец 90-х, начало 2000-х, он эти деньги в глаза не видел. Родители, мать его заменьшили на работе, работают. А тут вот на тебе и служи. Естественно, ребята подписывали. Ну да, но вы же понимаете, это деньги за убийство другого народа, украинца. Тогда, когда даже эти ребята подписывали контракт, если он подписывал его до февраля 22-го года, кто знал, вот вы, например, я вам задам вопрос, вы знали, что 22-го, ой, 24-го февраля, вы утром проснетесь и узнаете такое. Война в Украине, знаете, когда началась, Россия? Когда? В 2014. Ну это понятно, вы знали, что 24-го, 23-го, я, например, не знал. Я лично нет. Я тоже, я утром проснулся. И, ну, в чем вопрос ко мне? Я к тому, что это, ребята, которые подписывали контракт до 24-го февраля, они не знали, куда они подписывали. Они также подписывали, даже и другие пацаны. А они в армию пошли? Ну да, они также его подписывали. Послушайте, каждый человек, каждый человек, вот для чего, вот вы говорите о христианстве, да? Вот я так понял, что вы верующий человек, да? Вот чем отличается человек от животного? Да, вот даже за Библией. Да он просто человек. Не, ну, есть две вещи, которые отличают от животного. Которые даже, ну, одну вещь даже, насколько я знаю, даже Бог не может переступить. Вы не знаете этого? Не знаю. Хорошо, свобода выбора и разум — это две вещи, которые есть у человека, а нет у животного. Понимаете, о чем я говорю? Да, да. Если ты идешь в армию, и ты понимаешь, в какой стране ты живешь, и видишь обстоятельства, которые делаются, то есть тебе дан разум, чтобы анализировать. Мы же здесь о вещах говорим каких-то, да? Вы анализируете то, что я спрашиваю. Я анализирую ваши вопросы. Я вам не верю о могиле отца. Да, ну, то есть я как бы, у меня есть разум, чтобы это анализировать. И свобода выбора. То есть люди, которые контракт подписали, они это выбрали. Они выбрали профессию в стране, которая сумасшедшая. Они, многие здесь говорят, что политикой не интересовались, а нужно интересоваться в стране, которая очень заполитизирована. Я вот тоже в это не верю. Вы посмотрите, какие кометы пишут русские. Они все просто живут политикой, брыжут политикой. Ихать хохлов, Путин лучший и так далее. То есть здесь как-то не сходится, понимаете? Вы понимаете, о чем я говорю? Разум и свободный выбор. Вы согласны с тем, что я говорю? Можете не соглашаться. Я говорить буду только за себя. То есть вы понимаете, вы мне сейчас наводите контрактика пацана в 20 лет, но он же что-то, 19, но он же что-то думал. Он это выбирал? Есть же люди разные. Просто поговорить с человеком достаточно 5-10 минут. Либо он может сам выбрать, либо его проще подтолкнуть по тому, что надо человеку другому. Также массовый... Вот давайте возьмем 14-й год. Я не верю, что у вас в 14-м году все вышли добровольно на Майдан. Я не верю. Вошли? Ну не верю. А как вышли? Там же были и футболисты, и болельщики, и все. И что? Ну а ты же граждане страны? Ну я... Болельщики. Ну а в чем проблема, что вышли болельщики? Ультра, так званые. В чем проблема? Это граждане страны? Да, и так же люди в Одессе сами себя спалили, да? В чем спалили? Ну, думаешь, что этого... Нет, давайте по очереди. В чем проблема, что вышли болельщики на Майдан? Все, вы поняли меня, я понял вам. Нет, нет, я не понимаю. Ну, это граждане Украины. Сознательные граждане Украины, которые захотели въезд. Так что... Все мы взрослые люди, все мы прекрасно понимаем. Вы не хотите продолжать эти вопросы? Я... Просто мы понимаем. Мы разговариваем. Я немного... Чуть-чуть о разных вещах разговариваем. Ну так давай, я готов, ну, дискутировать о них. Ну, то есть, в чем проблема, что болельщики вышли на Майдан? А это не секрет, что они были на Майдане? Не секрет, что они сейчас воюют на войне? Многие из них. В чем проблема? Они защищают свою страну? В чем проблема с болельщиками? Ну, да, и те же болельщики ехали сбитыми и в Крым, и на Донбасс. Сбитыми. Это же тоже, да, так? Видели? Да, и в Одессу, и тоже люди сами себя спалили, да? Стоп, стоп, стоп. Вот в Крым вы видели, что эти болельщики заехали? Нет, они спрыгнули с пояса, как говорят многие крымчане. У меня есть знакомый в Крыму, который как раз перекоп, который отошел к России. Он, кстати, татарин, когда там в Крыму на вере. Он татарин, истинно все правильно, как говорится. То есть вы все знаете со слов кого-то, да? Да, но человек, который там был именно. Да, играли на ихней вере тоже в Крыму, пытались играть. Стоп, давайте не будем перепрыгивать. Болельщики ехали в Крым. Да, они с поезда спрыгнули. Они не доехали. Я не знаю, как-то они верили. А почему спрыгнули? Ну, я передали, что их ждут в Крыму. Вот я был в Крыму тогда, да? Вот это где вещали? Русские каналы только говорили о каком-то поезде с правым сектором. Да, это было, я это не отрицаю. Это было только по российскому телевидению. Но туда никто не заезжал. Два. Я был тоже на Донбассе, в Луганске. Там тоже куча дичи вещали, вот эти Скобеевы, Соловьёвы. Но никаких болельщиков там не приезжало. Ну, я вам серьезно говорю. То есть это все пропаганда русская. Одесса, вы знаете, что случилось? Было несколько человек, которые хотели повторить то, что случилось в Донецке и Луганске. Эти люди были вооружены. И поэтому они сами себя спалили, да? В смысле спалили? А вы знаете, кто поджег Дом профсоюза? Я просто, ну, вот вы лично знаете. Я не знаю. Но я думаю, и вы не знаете. А русские что говорят? Вот вы говорите, как бы своими устами русская пропаганда говорит. О каком-то мифическом поезде. О каких-то поджогах в Одессе. Что я слышал по телевизору. По телевизору? Да, подпалили, да, украинцы, якобы, которые против были всего этого. Всего чего? Чтобы Донецк, Луганск вставал там. В Одессе? В Одессе подпалили, чтобы Донецк, Луганск вставал? Нет, потому, чтобы... Вы меня не поняли. Которые не поддерживали переворот, который был на Майдане. Какой переворот был на Майдане? Или поддержали. Какой переворот? Ну, когда Янукович подписал бумагу при... А в чем переворот? Ну, после того, как он подписал на следующий день... Ну, люди вышли. Да, люди были против. Да, люди были против. Это демократия. Да, но после того, как он подписал бумагу, его же сразу на следующий день свергнули. Как свернули? Ну, свергнули. Просто убрали от власти. Как? Как? Ну, объясните мне, вот что значит слово свергнули? Его убрали от власти. Как? Его забрали просто власть. Как? Свои руки. Как? Как забрали? Янукович сбежал с Киева. Он не сразу сбежал на следующий день. Да, он был. Ну, кто его свергал? Народ Украины. Народ был против. Вы говорите о каком-то перевороте. Янукович убежал. Убежал. Какой переворот? Мы гражданская страна. Мы гражданское общество. Мы демократическое общество. Единственным источником власти в Украине кто есть? И в любой стране должно быть народ. Больше никого не должно быть народом. Народ вышел, сказал свое слово? Сказал. В чем проблема? В чем? В России единственным источником власти кто? Есть народ. Серьезно? Да вы что? Свобода слова есть в России, да? Ну, по крайней мере, здесь меня не запрещается для меня. Я могу говорить, что хочу. Демократическое общество, да? Да. Я говорю всегда за себя. Я не говорю ни за кого. Не, но вы, но вот здесь вот странно, да? Вот. Вы как бы за Украину, вы можете говорить все, что хотите. Я говорю то, что я видел. Нет, я вам просто говорю. Вот о Украине вы дискутируете, о другой стране. Стоп, Одесса, Донецк, Луганск, Крым. А начинаем говорить о России. Я говорю только за себя. А что, страх есть какой-то, что ли, русский гражданин? Нет у меня страха. Ну, то вы считаете, что Россия – это не диктатура? Я считаю, нет. Я считаю, нет. Там есть оппозиция в России? Да. Кто? ЛДПР. ЛДПР – это оппозиция? Да. Вы это серьезно? Я остальные партии. Жирик – это оппозиция? Ну, ну, хорошо. Да, я знаю. Ну, вообще. Ну, партии осталось, да. ЛДПР – это оппозиция, да? Да. Серьезно? А в чем она проявляется, оппозиция ЛДПР? Я и не изучал дальше политику. Но вы утверждаете? Они постоянно, у них дискуссия с Единой Россией. В чем дискуссия? Ну, кто не подходит им, законы не нравятся. Какой не нравится? Ну, я не говорю их все. Я не политик. Я дальше не лезу туда. Оно мне не нужно. Я к тому же. Вы спросили, кого… ЛДПР не оппозиция. Ну, хорошо, для вас оппозиция. Ну, это все смотрят, да? ЛДПР – оппозиция. Дальше. Свобода слова есть? На федеральных каналах вы можете говорить все, что хотите? Я не знаю. Я первый раз в жизни вообще даю вам интервью. Да. Ну, я спрашиваю. Мы дискутируем. Вы о Украине? Вот мне? Нет, подождите. Нет, стоп. Мне просто очень интересно. А в Украине русские… Нет, нет, подождите, подождите. Стоп. В Украине русские часами готовы разговаривать, а в своей стране они не хотят. Нет. Вы же мне задали вопрос, можно я отвечу? Да. Я не знаю. Я первый раз даю интервью вам. Я не знаю, как там заведено на телевидении. Вот расскажите вы мне, вы журналисты. Да. У нас есть свобода слова. У нас расследование показывает на государственных каналах о президенте, о министрах за государственные деньги государственный канал показывает. В России есть такое? Я ж не знаю. Я ж не знаю, как все на этом… В России ж тоже, наверное, показывают. Кого сажают. Ну там губернатора или… Ну это ж показывают. То, что сажают, то я знаю. Что с Немцовым случилось? Я даже не вникал даже. Не знаете, кто такой Немцов? Слышит, слышал Немцов. Ну что с ним? Я даже не знаю, что с ним случилось. Не знаете, да. Хорошо. А основальным что? Даже не скажу, потому что… Вы не знаете, кто это? Кто? Немцов? Да. Кто такой Немцов? Ну что-то слышал политик бывшим, в 90-х или в 2000-х. Хорошо. А Навальный? Навальный… Слышал Навальный. Сидел, по-моему, или что-то. А за что? Не знаю, воровал или… Дальше я не скажу. Мне она так политика не нужна. Странно выглядели россияне, серьезно. Вы в Украине все знаете. Я слышал, мне знакомый говорил, а элементарных вещей о своей стране не знаете. Просто элементарных. Те, которые знают, украинцы. Ну мне это неинтересно. А зато им интересна Украина. То есть свое говно неинтересно, но интересна Украина почему-то. Не то, чтобы интересно. Просто то, что смотрел по новостям. И с кем разговаривал, все. А так, чтобы не было войны, не летало, да и все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok